Глава третья. Резня в жензоне под Сусуманом. История Женьки-немца. Назначение бригадиром на Челбанье. Я возвращаю ваш портрет. Новый год с Римой. Контрадья и освобождение. Крепкий орешек в танкелях. С рыболовным траулером на Сахалин. Свадьба и после. Первая старательская артель. В знакомству с Женькой-немцем предшествовали события, едва не стоившие мне жизни. В жензоне под Сусуманом произошла резня, о которой я упоминал. Она переполошила все колымские лагеря. В зоне находилось 400 заключенных, по преимуществу воров, избежавших трюмиловки, ненавидевших СУК, не желавших сотрудничать с администрацией. Именно в эту зону руководство лагерей решило перевести спинкового этап беспредельщиков. 26 активных участников трюмилок, погубивших не одну жизнь. Трудно было придумать что-нибудь опаснее. Как потом выяснилось, Сусуманский прокурор Фидоренин был уверен, что теперь, когда вышел указ о применении смертной казни, воры не станут устраивать резню. Между тем слухи будоражили зону. Атмосфера сгущалась. Тот вечер мы с Борей Барабановым заглянули в портняжную к старику портному, давнему знакомому, сидевшему по 58-й статье. Он шил шинель для старшего надзирателя. Когда-то известный львовский закройщик. Все, за что он брался, делал очень тщательно. Боря стал его стыдить. Ну чего ты стараешься ради этой гадости? Подниму ему хлястик до лопаток. А почему бы и нет? Вздохнул портной. И принялся отпарывать хлястик. В веселом расположении духа мы возвращаемся к Бораку и чувствуем, что-то произошло. Оказывается, этап беспредельщиков уже брошен в зону. За порогом страшная картина. На нарах и между ними в лужах крови лежат их тела. Девять беспредельщиков зарезаны, остальные корчатся с переломанными руками и ногами. Борак не успокаивается пока изувеченных, но оставшихся в живых не делает калеками. Крики, стоны, хриплые проклятия несутся по Бораку и вырываются наружу. Утром 14 мая 1954 года зону окружает человек 200 солдат с автоматами. Охранники выгоняют всех из Бораков и выводят за ворота. Приказывают сесть на землю. Покалеченные указывают на тех, кто убивал. Командир дивизиона капитан Финчук ставит улеченных отдельно. И хотя мы с Борькой ни с какой стороны к событиям не причастны, капитан вдруг обращает внимание на нас и жестом показывает перейти в отобранную им группу. Меня это взбесило. Что ему надо? Нервы без того напряжены. Поднявшись, спрашиваю капитана. Меня за что? И по его словам, я сказал, проходите туда. Понял, что меня он тоже причисляет к тем, кто участвовал в резне, и последствия для меня будут страшные. Я не задумываясь, бью капитана. Он отлетает к окружившим нас солдатам, у ног которых натянув поводки. Тяжело дышат собаки. Ко мне быстро подходит Илья Шенко, прокурор по надзору за лагерями. И именем закона. Но я уже не помню себя и следующим ударом сбиваю прокурора с ног. С прокурорского полуботинка летит в сторону черная галоша. Какие-то секунды. Я стою один, не зная, что предпринять. Ненависть ко всему на свете переполняет меня. Я уже не в силах совладать с собой. Нет, я не был в беспамятстве. Голова нормально работала, даже успел представить, что за этим последует. В какие-то мгновения делалось страшно, но остановиться не мог. В этот раз мне просто хотелось, чтобы меня убили. Ничего не вижу перед собой. Поворачиваюсь на голос старшины. Разрешите, я его возьму. Меня передергивает. Здоровый старшина направляется ко мне. После первого же удара, который, я думаю, запомнился ему на всю жизнь. Он рухнул на землю с залитым кровью лицом. Поворачиваюсь с солдатом. С автоматами. Вас советская власть тушенкой кормит, а вы не можете взять одного человека? Ну, иди. Иди, кто еще? Хочет. Сейчас убьют. Все кончится. Все. Вертится в голове. По чьей-то команде оцепление открывает огонь. Стреляют под ноги и над головой. Я иду навстречу, мне хочется только одного. Чтобы меня убили. Интересно, когда стреляют над головой, ты не хочешь, но голова сама отворачивается, ее просто невозможно удержать. Меня, может быть, и застрелили бы, но боялись попасть в оцепление за моей спиной. Я не заметил, как в руках охранников появился собачий повод длиной метров 30-40. Повод пытаются набросить на меня. За спинами офицеров в толпе наблюдающих замечаю начальницу САНО Клавдию Иосифовну. Лицо невозмутимо, глаза широко открыты, губы сжаты. Вот тебе и Эльза, Кох. Но тут я путаюсь на брошенном на меня поводе. Со всех сторон ко мне бросаются солдаты. Связывают руки за спиной, бьют сапогами. Падаю лицом в перегоревший шлак, когда-то насыпанный перед вахтой, чтобы не было грязи. Часть ударов приходится на голову. Запомнился один сапог широким рантом, скорее всего офицерский. Он почему-то все время бьет меня по голове. Могут ли ученые объяснить, каким образом человек через ватник или куртку за мгновение до удара безошибочно чувствует, куда точно он придется? И именно это место напрягается, чтобы удар принять. Меня перекидывают в машину. Я сумел развязаться и оказавшимся в руках концом шнура успел ударить майора Крестьянова. Меня сбрасывают с машины и снова бьют. Я весь в крови. Снова забрасывают в машину. В кузове человек шесть избитых, уже не двигающихся. Там же четыре автоматчика, отгороженные щитом из досок. Я поднимаюсь. Мне навсегда запомнится, как молодой сержант с карими глазами, держа на готове автомат, пристально и тревожно смотрит на меня. Слышу его голос. Успокойся, Туманов, ну, успокойся. Вот я сейчас нажму крючок, и тебя нет. Понимаешь? Успокойся. Чуть нажму пальцем, и все, тебя нет. Нет. И больше никогда не будет. Прошло столько лет, а я до сих пор вижу эти напряженные карие глаза и пытаюсь понять, что удержало его тогда. Помогая себе локтями, сажусь и падаю на спину. Я чувствую свое полное бессилие. Успокойся, Туманов, успокойся. У меня по лицу текут слезы. Прокурор Ильяшенко, которого я ударил в 1956 году, будет на заседании комиссии, которая меня освобождала. Уже позже я скажу ему. Извините, что тогда так получилось. Он, улыбаясь, ответит. Ну что ты, Туманов? Что прошло, то травой поросло. Впоследствии Ильяшенко станет заместителем прокурора Магаданской области. Нас привозят в Сусуманскую центральную тюрьму. Меня стаскивают, с машины несут по коридору, длинному, полутемному, с низким потолком, с дверями по обе стороны. Прихожу в сознание в тюремном дворике. Вижу над собой незнакомые лица, голубые глаза, которые светятся, как небо в ясный солнечный день. Это глаза парня, который держит в руках ковш воды. Женька, попробуй еще, слышатся голоса. Женька окатывает меня из ковша. Судя по луже вокруг меня, он это делает уже давно. Так я познакомился с Женькой, немцем. Женька был одним из тех, кому когда-то удался побег с Колымы, его поймали уже в Иркутске. Этого голубоглазого парня тоже знал весь преступный мир. Он виртуозный вор-карманник, ничего другого делать не умеет и не желает. Сам процесс опустошения карманов, требующий ювелирной работы рук, сопряженной с постоянным риском, был для него как наркотик. Эта работа возбуждала, приносила маленькие радости, каких не давала никакая другая сторона его жизни. Он достиг мастерства, за которое мог уважать сам себя и пользоваться авторитетом в своем кругу. Несмотря на безупречную ловкость, временами он попадался, смиренно отбывал срок, выходил на волю, снова брался за свое ремесло. Опять попадался, и это продолжалось с малолетства, сколько он помнил себя. Я все допытывался у Женьки. Что же его так тянет к этому занятию? Ну как же удивлялся он моей непонятливости? Что человеку надо, чтобы уважать себя? Жить наперекор. «Вас много, вы все против меня, а я вот сделаю по-своему. Вы сильны, за вами власть, а я вот живу так, как мне хочется, и вам меня не победить». В постоянном вызове Женьки-немца окружающему миру было что-то от волчонка-подростка, поступающего вопреки всему из желания утвердить себя в окружении старших и более сильных людей. За таким поведением просматривалась еще безысходность прежнего непрекаянного сиротского опыта, ощущение своей ненужности обществу, в котором приходится существовать не по своей воле. Женька имел несомненный авторитет среди салагерников. Не дутый, как многие другие воровские авторитеты, которые возьми на пробу, и они лопнут, как мыльные пузыри. Серьезные люди в лагерях на таких не обращают внимания. У Женьки был авторитет настоящий, заработанный тем, что за многие годы парень не менялся, никому не приспосабливался, а выбрав свой способ существования, оставался верным ему до конца, ни в чем себя не уронил, не давал никому лезть к себе в душу. Колымские дороги раскидали нас с Женькой в разные стороны. Я много лет ничего не слышал о нем. Где-то в середине девяностых годов в Москве мой помощник докладывает мне. Вас спрашивает какой-то старичок. Пусть заходит. В двери возникает сутулый старик. Вы, наверное, меня не узнаете? Ваш адрес мне дал Вася Корж. Я Женька, немец. Сматриваясь в его лицо, ищу глаза небесной голубизны, которые видел над собой в Сусуманской тюрьме. Где они? Выцвели, улыбается беззубо. Мы обнялись. Женька за свою жизнь отсидел в общей сложности 46 лет. У него двое сыновей 38 и 18 лет. Оба пошли по стопам отца. Один сидит в чувашской колонии, другой в украинской. Я предложил ему жить у нас, в кооперативе на одном из участков Карелии, в живописном месте с хорошим климатом. Там есть все. Столовая, круглосуточная баня, отдельная комната, телевизор. Первый раз он прожил у нас недели две, потом уехал в Ленинград. Месяца через два вернулся в Карелию. Мы положили его в больницу, лечили. Он снова уехал на Украину, на родину. Еще месяца два-три передавал привет и по телефону, потом исчез. Я помню наш последний разговор в Москве. Сам-то ты как? Спрашиваю. Трудновато стало работать, Вадим. Пальцы не гнутся. А что? Все тянет к прошлому? Конечно тянет. Я же ничего другого не умею. Охота заниматься своим ремеслом, а пальцы не гнутся. Женя, а тебе не приходило в голову, что вообще твоя жизнь могла бы сложиться иначе? Наверное. Я же не дурак, как я думаю. Вошедший во время разговора Марк Шейдер-Лосенков принимает гостя за провинциального музыканта и сочувствует проблеме с пальцами. Пенсия, спрашивает. Мизерная? Какая пенсия? Изумляется Женька. Что пальцами заработаю, на то и живу. И давно играете? Любопытствует Лосенков. Он уверен, что перед ним музыкант, у которого такая беда. Пальцы не гнутся. Женьке без разницы, как обозначают его ремесло. И на вопрос, давно ли играет, отвечает с достоинством. Профессионально. Лет шестьдесят. Да, восхищенно смотрит на Женьку Лосенков. Одержимый вы народ, музыканты. Мы с Женькой не могли удержаться от смеха. Захохотал и Марк Шейдер, узнав, с кем он говорил на самом деле. А я снова вспоминаю. 1954 год. Осень. Меня вызывают на заседание суда по делу о резне в Жен-зоне. Процесс проходил в Сусуманском центральном клубе. Среди подсудимых на возвышении сцены все, кого посчитали причастными. Не было только Мелика Копова по кличке Турак, умершего в изоляторе на прииске большевик. Колька Турак был интереснейшим человеком, начитанным, грамотным. Читал наизусть Шекспира. Несмотря на то, что процесс был закрытым, зал переполнен. Публика в большинстве офицеры. Обвинение представлял прокурор Фидоренин, один из тех, кто многим запомнился, как мерзавец по работе в Тенькинском районе. Особенно на штрафнике Прожарка. Я прохожу. Судья задает вопросы обычные, фамилии, имя, отчество за тем, кого знаю из обвиняемых. Отвечаю, что знаю всех. Он уточняет. Назовите, кого знаете. Живов Виктор, Николаев, Барабанов. Начинаю перечислять я. Как кличка? Показывает наживого судья. Говорю, что кличек? Не знаю. Что вы делали в тот вечер, когда произошла резня? Я находился в Портновской мастерской вместе с Борисом Барабановым. Прокурор Фидоренин скакивает с места и кричит. Вы же видите, что он его выгораживает? И кого вы спрашиваете? Он сам звезда лагерей. Отметив про себя такое дурацкое выражение, я обращаюсь к судье. Гражданин судья. Видимо, прокурор путает. И я думаю, вам видно из документов, за что я впервые сел. Здесь судья перебивает меня. Это-то я вижу. Но что вы нахватали уже черти что столько статей, мне тоже видно. Продолжайте. Я повторил, как все было в действительности. Следующим после меня давал показания старший надзиратель, которому шили шинель. На вызов он шел строевым шагом, перед судьей остановился и доложил по форме. В зале смешок. Высоко пришитый хлястик бросался в глаза. На вопрос судьи, кого знаете? Усих знаю. Кто такой Мелик Акопов? Цэ скажу Тура Колька. Бог вуриф. Кто такой Живов? Витька. Кличка Живой. Цэ ж таки, як лысочка. Так ласкаво говорить. А зарежить не моргне. Потом о Николаеве Кольке, золотом, о других. И так подробно обо всех подсудимых. Суд меня больше не вызывали, но мои показания, уверен, повлияли на приговор. Борису Барабанову, первоначально приговоренному к расстрелу, при пересмотре дела дали 25 лет. Отсидев полтора месяца под следственным по делу о резне в жензоне, я с группой других заключенных, человек 40, был отправлен на случайный. С этим штрафным лагерем, в котором я не раз бывал, связано много всяких историй, в том числе веселых. Одну из бригад послали рыть ямы и ставить столбы электропередачи. Вечером воры набросились на землекопов, в числе которых тоже были воры. Вы суки! Что творите? Мы будем отсюда рвать, а вы строите линию, чтобы потом по этой линии позвонили. Это же не телефонная связь, это электролиния. Вам сказали электролинию, а завтра навесят телефонные провода. На следующий день они выходят на работу и дружно спиливают столбы, которые с таким трудом ставили накануне. Случайный штрафняк страшный. Когда сюда попали первые этапы, бараков еще не было, стояли брезентовые палатки, обложенные мхом. Посреди каждой палатки печка из металлической бочки и вокруг двойные нары. Бригады выводили проходить разведочные шурфы. Рабочим выдавал ватные варежки, которые рвались через несколько дней работы с ломом. Были случаи, когда заключенные, чтобы сберечь варежки, вырезали из палаток брезент и нашивали на свои рукавицы. Это прекратилось, когда жившие в палатках кого-то поймали и убили. Я помню, как, возвращаясь с работы в темноте, при сильных морозах мы входим в палатку. Кажется, в ней еще холоднее и неприятнее, чем на улице. На печке сидит дневальный Коля Мызников, глупо улыбается. Стоим, поеживаемся. Тишину нарушает Володька Зоненберг, один из очень известных карманников, С сильным акцентом, плохо выговаривая «Р», он говорит обреченно. На улице Могос. Палатку Погезали. Завга. Нагоботу. Палатку сотрясает хохот всей бригады. И сразу, как будто, все потеплело вокруг. Работая в оцеплении, можно было слышать через определенные промежутки времени голос начальника конвоя. Жит. Здесь гражданин начальник. Крыса. Здесь гражданин начальник. Значит, побега нет, уверен начальник конвоя, потому что эти два типа очень дружили. У них обоих было 16 или 17 побегов. В свое время они оба бежали из Сусуманской тюрьмы. Когда их пойманных начальник первого отдела спросил, как им это удалось, Володя ответил. Гажданин начальник, вы же видели, какие там тагаканы. Они нас вытащили. Как-то приходит новый этап на случайный. Опять увидев среди вновь прибывших Зоненберга, Симонов восклицает. Ой, Жит, как ты живой остался? Улыбаясь, Зоненберг ответил. Вы же знаете, гражданин начальник, сколько в изоля тогах пго сидел. Столько на габот у меня искали. Вот так и живой. Одно время заходить в Зону побаивались даже надзиратели. Еду завозил в бочках бык по кличке Ермак. Надзиратели стукнут Ермака ногой в живот. Он сам знакомой дорогой бредет в Зону. В Зоне снимают две бочки с сечкой. На их место ставят две вчерашние пустые. Разворачивают быка и тоже пинком отправляют в обратный путь. На территории Зоны есть лагерная больница. В одной половине лежат больные, другая вроде морга или промежуточного кладбища. Зимой сюда свозят обмерзлые трупы. Меня потрясла увиденная там однажды картина. Помещение было битком набито трупами, как на собрании. Многие трупы стояли вверх ногами. Большинство из нас бывало на случайном не раз, и никто не желает туда возвращаться. Мы ни в чем не виноваты, считаем наказание незаслуженным. По пути договариваемся. В Зону ни при каких обстоятельствах не входить. Сопротивляться и упираться до последнего. Пусть везут куда угодно. Машина останавливается у ворот лагеря. Мы спрыгиваем. Охрана не успевает сообразить, что происходит. А мы уже колючей проволокой связываем деревянные борта. Только так можно упредить обычные в таких случаях действия лагерной администрации. Подгоняют пожарную машину, направляют в кузов сильную струю и стаскивают заключенных баграми. Пока мы связываем борта, другая группа открывает капоты. Предупреждаем охрану. При применении силы обе машины запылают. Спички у нас есть. Меня отзывает в сторону полковник Чистяков. Он меня знает. Мы встречались в женс-зоне, когда заседала комиссия, решавшая, куда кого направлять еще до резни. Меня вызвали. Я вошел и представился как положено. Заключенный Туманов... Тогда полковник Чистяков поднял роговые очки. Так это вы и есть, Туманов? С вами нам не о чем говорить. Ну, нет и не надо. Я улыбнулся и вышел. В коридоре ожидали вызова другие. Всем хотелось попасть в какой угодно лагерь, только бы уйти из жен-зоны. И опять обида ударила мне в голову. За что? Чистяков недавно из Москвы. Он меня раньше не знал. Стало быть, кто-то из начальства жен-зоны успел ему обрисовать меня. Я снова толкаю дверь в комнату, где заседает комиссия. Это ты, тварь, наболтала. Повернулся я к начальнику лагеря Терешуку. Чистяков схватил меня за руку. Успокойтесь. Я вырвал свою руку. Со стола посыпались на пол формуляры. Члены комиссии испуганно смотрели на происходящее. Комиссия прекратила работу. Я повернулся и вышел из комнаты. И увидел глаза заключенных, которые не успели на эту комиссию попасть. Многие надеялись быть отправленными в обыкновенный лагерь, но из-за меня их надежды рушились. Мне было не по себе. Через несколько часов меня вызывает к начальнику лагеря. Рядом с капитаном Терешуком снова сидит полковник Чистяков. На этот раз он говорит уже совсем другим тоном. Как не стыдно. Как вы ведете себя. Я смотрел ваш формуляр. Вы же совсем другой человек. Он как будто даже сочувствует мне. Я не выдержал. Как-то странно. Получается, вы все меня жалеете, а я постоянно в штрафных лагерях. И вот новая встреча с Чистяковым. У ворот случайного. Гражданин полковник, говорю я, в эту зону мы не пойдем. Вы нас увезете отсюда под следственными или в больницу. Полковник подзывает меня к себе. Туманов, я тебе обещаю. Сейчас зайдешь в зону, за тобой пойдут другие. А через пару дней я тебя отсюда заберу. Даю слово. На моем лице недоумение. Гражданин полковник, никогда бы не подумал, что вы обо мне такого мнения. Поворачиваюсь и отхожу от него. У машин меня поджидает весь этап. Вор Мишка-буржуй, мощный лысый мужик по возрасту, годящийся мне в отцы. Позже скажет мне. Я думал, если ты согласишься, то булыжником разобью тебе голову. Мишка был осужден в Карлаге на 25 лет. В его обвинительном заключении числилось 15 человек, зарезанных им в одну ночь. Всего тогда в лагере были убиты больше 100 человек. Через два года буржуй подал бумаги на помилование и как-то в камере на широком спросил мое мнение. Могут ли его освободить? Вся камера уставилась на меня. По-моему, должны, ответил я серьезно, как мог. Ты же 16-го не убил? Камера зашлась смехом. Мишка тогда обиделся и месяц со мной не разговаривал. У ворот случайного нас продержали больше суток. Выхода у администрации не было. Нас решили вернуть в Сусуманскую тюрьму. По пути мы внимательно всматривались в местность, опасаясь, не хитрить ли с нами начальство. Заподозримые неладные сразу же прибегли бы к приему, давно опробованному. В кузове можно сгрудиться на одной стороне и всем одновременно раскачивать машину, не давая ей двигаться, угрожая опрокинуть ее. Мы не раз прибегали к этой форме сопротивления, когда не желали ехать в каком-нибудь направлении. На этот раз мы действительно вернулись в Сусуман в тюрьму. Через неделю нам предложили ехать на Челбанью. Это не вызывало никакого протеста. Лагерь Челбанья – один из самых крупных. Начальник лагеря Федор Михайлович Боровик хорошо знал меня. Его симпатию я всегда чувствовал. Среди лагерной администрации оказались и другие знакомые, в их числе нарядчик Эдуард Ганцевич Бахблюм, в прошлом главный бухгалтер банка. Я рад был новой встрече с ними. По многому благодаря их ко мне отношению я соглашаюсь на Челбанье возглавить проходческую бригаду. Не знаю, почему именно мне они предложили стать бригадиром, но эта идея совпала с ожиданием перемен, появившимся у меня после смерти Сталина. В том году впервые в воздухе запахло возможным освобождением. И хотя у меня была припрятана фотография для поддельного паспорта, на случай, если придется снова бежать, я понимал, что в реальности нет другого пути выбраться отсюда, кроме как через работу. На Челбанье я собрал бригаду. Шестьдесят человек, которых знал, кому доверял, и сказал, «У нас должны быть только те, кто готов работать по-настоящему, чтобы вырваться». «Вадим», – предупредил Мишка буржуй, «я все равно буду отсюда валить». «Вали», – отвечаю я, «но не из моей бригады». Мишка перешел в другую и действительно бежал. Был уже пятьдесят пятый год. Чувствовалось послабление. К заключенным относились по-другому. Стою, разговариваю с Мишей Ивановым, с которым был когда-то на штрафниках. Проходит мимо начальник КВЧ культурно-воспитательной части. «А ты чего, Иванов, на занятия не идешь?» «Да я все знаю, гражданин начальник», – улыбается Миша. «Чего ты знаешь?» «Чего ты знаешь», – уже сердито говорит офицер. «Ну, живем мы лучше всех. Хрущев у нас самый умный. Верно, гражданин начальник?» Тот, не отвечая, уходит. Это было время, когда заключенные стали отращивать бороды, усы, с чем лагерное начальство все-таки боролось. Проводя очередную беседу с заключенными, этот же начальник призывал не отпускать усы и бороды. Поднялся Иванов. «Гражданин начальник, я целиком с вами согласен. Я всегда думал, зачем люди отращивают громадные усы. Всегда считал их ненормальными. И вы такого же мнения? Значит, я правильно думал об Уденном. Общий смех. «Что ты болтаешь, Иванов?» – рассердился начальник КВЧ. Иногда Миша мог прицепиться с вопросом. «Где Ленин брал деньги? И правда ли, что его Надя была щипачкой и есть карманницей?» В лагерный рацион мясо теоретически включалось. Только варили его в наволочках, чтобы не расползалось по котлу. Естественно, заключенным ни кусочка не перепадало. Так что полакомиться собачатиной желающих было много. Захожу в сушилку и вижу привязанную к батарее собаку начальника режима. Жить ей оставалось, вероятно, до вечерней поверки. Овчарка забилась в угол и затравленно смотрела на меня. Конечно, я сразу ее выпустил, а потом переругался со всей своей бригады. Вот кто, оказывается, затащил собаку в сушилку. Они орали. «Это ж ментовская сука! Зачем отпустил?» Собака действительно была очень злая. Удивительно, как они вообще смогли ее поймать. Но в то время это было напуганное существо, смотревшее на меня молящими глазами. В бригаде, кроме меня, собак не ел еще только один человек. Баптист Митя Малюков. А эти шутники все время пытались его собачатиной угостить. Как-то Гена Винкус бегает. «Я мясо приволок!» И, оглянувшись на дремавшего Митю, шепчет нарочито громко. «Мясо мало! Скажем Малюкову, что собачье!» «Хрен вам пролезет! Я тоже есть хочу!» Потягивается Митя. После ужина, узнав, чем накормили, он со сковородкой бросается на Винкуса. Они еще неделю дрались, их замучились растаскивать. «Пришлось когда-то! Попробуйте мне собаку!» На перспективном работал парикмахером Миша Флянсман, владивостокский парень. Законченный пьяница с черными отчефирозубами, он глотал одеколон и зубную пасту тоже. Начальник лагеря Миша брызгал водой с легким запахом одеколона. Всем остальным доставалась чистая вода. Но его не убирали из парикмахерской. Флянсман был прекрасным мастером. На работу меня одно время не выпускали, опасаясь побега. А изолятор меня не ждал. Сажать не за что. Я вел себя подчеркнуто хорошо. Поэтому несколько дней слонялся по зоне и довольно часто заходил к земляку в парикмахерскую. Миша всегда был рад моему приходу. Как-то вхожу на противне. Дымится рис с мясом, пахнет очень аппетитно. Садись, пригласил Миша. Мы ели, было очень вкусно. Потом он спрашивает. Когда-нибудь собаку ел? Что ты? Нет, конечно. Ну вот, считай, попробовал. Понравилось? Кстати, про Флянсмана я и услышал впервые. Уж если еврей алкаш, то хуже не бывает. Нас бросали на шахты с богатым содержанием золота в песках, где нужно было быстро отработать месторождение. Три года, с 54 по 56, наша бригада считалась лучшей вдаль строя. Не раз бывало, что за столом президиума я теперь оказывался рядом с теми, кто недавно меня охранял. Многие из них при встрече со мной отводили глаза. Однажды на шахте номер 214, когда она садилась, мы с бригадой вытаскивали бурильные молотки, лебедки, ковши. Заколом зацепила меня за капюшон так сильно, что чуть не сломала мне позвоночник. Рядом со мной был Лёва Баженов, которого тоже чуть не задавило. Мы выскочили к стволу шахты. Там на меня и на Лёву хлынула жидкая холодная грязь. Окатилась ног до головы, проникла за шиворот и остеклась по спине. Мы еле выбрались. На поверхности июльская жара, яркое солнце. Мы присели на отвал. Горячее солнце отогрело нам спины. Лёва сидит рядом, смотрит на меня непонимающими глазами. «За что?» – спрашивает. «Нас сейчас чуть не задавило». Мы сидим около ствола шахты. Из подземелья тянет сыростью и аммонитом. И так одиноко, обидно, тоскливо вдруг стало. Что делать? «У меня сроку 25 лет. Наверное, хуже положения не придумаешь», – мелькнуло в голове. Не успел я подумать об этом, как поблизости возникло грустное зрелище. Измученный мокрый конь с трудом тащил двуколку, а на ней электромотор и стальной ковш. Недавно прошел дождь, он почти по брюху в грязи. Оводы его кусают, а возщик – тварь, еще и кнутом бьет. Смотрю и думаю, все-таки хорошо, что не конем родился. Через много лет один мой приятель задаст убийственный вопрос. И я не сразу соберусь с мыслями, что ему ответить. «Вадим», – скажет он, – «а тебя не мучит совесть, что на золото, которое ты добываешь, построена Лубянка?» «В ту пору мы не были такими умными, как этот мой приятель сорок лет спустя. Мы работали ради единственной цели – быстрейшего освобождения. Но даже теперь, перебирая в памяти лагерное прошлое, нашу работу на колымских шахтах я не испытываю, во всяком случае, за это угрызений совести. За многое другое не стану спорить. Но за золото, ненавистное мне, как и моему приятелю, тоталитарное государство на это же золото восстанавливало разрушенную войну экономику, отстраивало города, сооружало электростанции, заводы, железные дороги, покупало для народа хлеб, давало ученым лаборатории, запускало космические корабли». В конце концов, на это же золото государство учило моего приятеля, задавшего вопрос. Он стал одним из самых образованных людей, чьими статьями и книгами зачитывалось наше поколение. Чего же мне стыдиться? За год нашей работы многие члены бригады стали бесконвойными, им разрешили свободно выходить из зоны. Впоследствии они вышли на поселение. Могли ездить в райцентр, ходить в кино и на танцы, знакомиться с девушками. Это было предвестием новой жизни. Я радовался, когда для кого-то из бригады этого удавалось добиться. Но на душе было горько. Мне самому никто такого не предлагал. Никому в голову не приходило, что я тоже хотел бы стать бесконвойным. Когда обид накопилось по горло, я пришел к начальнику лагеря Боровику. Федор Михайлович, я вам обещал, что буду нормально вести себя, и кажется, ко мне нет претензий. Но работать бригадиром не хочу. Узнав о моем решении, вся бригада отказывается выходить на работу. Полная остановка проходки на шахте. Чрезвычайное происшествие. Тем более, что на протяжении долгого времени наша бригада считается лучшей на Колыме. Из Сусумана на Челбанью срочно приезжает Петеримов, заместитель начальника политуправления Заплага. Фронтовик потерял на войне кисть руки, теперь у него протез в черной кожаной перчатке. Он вызывает бригаду. Говорит на повышенных тонах, упирает на ответственность за срыв плана. Меня в таких случаях ничто не может сдержать. Я в сердцах отвечаю ему на языке, которым говорят в лагере. Петеримов ошарашен. Туманов, даже если с вами поступили несправедливо, нельзя забывать, с кем вы говорите, да еще при людях. Уезжает он ни с чем. Я переживаю. Он прав, конечно. Дня через два за мной приходит легковая машина. Что удивительно. Из сопровождения незнакомого лейтенанта меня везут в управление Заплага. Лейтенант вводит меня в кабинет начальника управления полковника Племянникова. Полковник сидит в торце длинного стола. За столом начальники режимной части, спецчасти и другие офицеры. Человек пятнадцать. Такое дело, Туманов, говорит Племянников. Никто не хочет подписывать тебе право на выход из зоны без конвоя. Ну что же, пожимаю я плечами. Наступает тягостное молчание. Я стою как приклеенный. Выдержав паузу, полковник говорит. Не офицеры. Я один подписываю тебе разрешение. Надеюсь, ты понимаешь. У меня есть семья. И что может быть, он не договаривает. Но я его понимаю. Полковник вызывает лейтенанта, который привез меня. Берет у него из рук бумагу, что-то пишет. Лейтенант. Сопровождать Туманова больше не надо. До Челбаньи он доберется сам, на попутке. Выхожу на улицу. Первый раз за столько лет рядом со мной нет конвоя и не надо прятаться. Бесконвойный. Вот, оказывается, чего мне не хватало для счастья. Меня через два выписывают официальное разрешение, но мне не верится в удачу. Подхожу к вахте, протягиваю пропуск и меня выпускают. Потоптавшись за зоной, минут через пять возвращаюсь, снова протягиваю пропуск. И вахта впускает, ни слова не говоря. Да со мной ли это происходит? Мне захотелось со всеми здороваться, приветливо улыбаться. Через некоторое время я слышу, как за моей спиной удивляются новички-надзиратели. Говорили бандит, а он из них самый культурный. Месяца через два-три на Челбанью приезжает полковник племянников и расконвоирует всю мою бригаду. Перебирая формуляры, он вдруг остановился на Шевцове, осужденном за убийство надзирателя, которого ударил молотом по голове. Не решаясь направить его на поселение, полковник предложил мне освободиться от него и перевезти в другую бригаду. Виктор Валентинович, возразил я, он хороший горняк. Ну какой он, Туманов, хороший, если кувалдой человека убил. Я убеждал, так сложились обстоятельства, они оказались по разные стороны. Один караулил, другой убегал. Шевцова оставил в бригаде и в конце концов разрешили передвигаться без конвоя, как всем нам. Он ни разу не дал руководству за плагой всей бригаде повода об этом пожалеть. Примерно в это время я завожу дневник. Там ничего, почти ничего о производстве, а больше о том, что происходило со мной, вне меня, о чем мне не хотелось ни с кем говорить. Сам удивляюсь, каким чудом эта школьная тетрадка за столько лет и каких лет уцелела в моем архиве, перечитывая. Я временами краснею, мне не хочется, чтобы эти записи попались кому-нибудь на глаза. Но с другой стороны, хотя бы отрывки из колымских записок тех лет, я позволю себе привести. Ничего не меняя, как это чувствовалось и выливалось на бумагу тогда, чтобы вслед за Ракуэлом Кентом иметь право сказать «Это я, Господи!» 13 ноября. Много дней не писал, некогда. Смешно, а в самом деле некогда. 7 ноября был в клубе, танцы под оркестр. Много знакомых. Смотрят с удивлением, что меня выпустили на поселение. Многие ненавидят, а почему-то говорят обратное. Танцевал с одной лилией. Она мне нравится, и особенно мне понравилось то, что когда она уходила домой, сказала, чтобы и я ушел. Причем таким тоном, каким говорит жена мужу. Праздничные дни у нас украли на шахте перфораторные молотки, поэтому сейчас трудно работать в бригаде. Поработают хорошо. За эти дни никаких происшествий, кроме пьянок, которые уже вошли, как обычно. Вчера был концерт и после танцы. Сегодня приехал Виктор, парень, с которым я был на широком, и весь день просидели у Авершина. В ночь вышли на работу. По-прежнему нарезка стволов. Поругался с одним из своих самых близких друзей, Милюковым. 20 ноября. Не писал целую неделю. По-прежнему работа, надоело все. Сегодня переругался со многими бригадниками. Не знаю, отчего люди пьют и пьют, как самые отъявленные пьяницы. Со мной делается что-то непонятное. Я сегодня сам себя ударил табуреткой. Так ударил по голове, что из носа пошла кровь. Если бы кто-нибудь знал, как мне тяжело. Правда, от этого мне бы не было бы легче. Но как освободиться? Это все, о чем я сейчас думаю. На улице минус 50, ночь. Темно, противно. Когда все кончится? Не могу вспомнить хотя бы один лагерный день без приключений. Здесь постоянно что-то происходит. И если даже не случилось внешнего события, внутри тебя что-то бурлит. Выходит из берегов, требует немедленного действия. Странно устроен человек. У него срок 25, практически пожизненный. Его никто не будет. Он сам просыпается без 15,6. За четверть часа до момента, когда в морозной тьме раздастся удар по рельсу. И мысли его только о том, как сегодня забурить лаву. Как будто ничего и главнее, и в жизни нет. А разобраться, ну зачем ему эта лава? Или услышал, что бригады Быкова, или Агаркова, или Чеснокова вышли впереди. Могут к 20 числу выполнить месячный план. И он чувствует себя участником бешеной гонки, которую невозможно проиграть. Они к 20? Мы должны к 19. Гнаться тому. Тысячи людей так работают. Господи, думал я по ночам. Кто меня не волит за кем-то гнаться, опережать, приходить к финишу первым, загодя, зная, что ни сейчас, ни ближайшая четверть века, за это никто слова теплого не скажет. Но ты сам бежишь и бежишь по кругу, как взмыленная лошадь, неспособная остановиться. Ты живешь напряженно, в круговороте дня, с предчувствием, что в любой момент с тобой может что-то случиться. Чаще всего события приходят, когда их меньше всего ждешь. Захожу к ребятам своей бригады. На табурете сидит работавший у нас Федя Шваб. Прекрасный парень. Сам из поволжских немцев. Лицо поцарапано. Голова в крови. Что случилось? Мнется. Не говорит. Мне рассказали ребята. Сидит Федя играть на балалайке. В помещение заходит вор Володька по кличке Зубарик. Он не работал в нашей бригаде, но жил с нами в одной секции. Зубарик пьяный, не в духе, ему не нравится, что человек играет, не обращая на него внимания. Он выхватывает из Федькиных рук инструмент и в дребезги разбивает о голову балалайчника. Где Зубарик? Спрашиваю. Пьяный. Лежит на кровати. Я подхожу. Действительно, спит Зубарик беспробудно. На мой голос не реагирует. И когда я дернул его за ногу, даже глаза не открыл. Я прошу Федю умыться, привести себя в порядок. Успокаиваю бригаду. Обстановка в зоне тревожная. По-прежнему идет вражда между ворами и суками. Через пару часов Зубарик приходит в себя и поднимается. Бригада притихла. Все молчат. Ты за что ударил шваба? Он набычился. Ты обнаглел Туманов и твоя бригада обнаглевшая. Ну как тут сдержать себя? Ты что, мразь, не узнал меня? И бью Зубарика в челюсть. Не знаю, что было с его челюстью, но от удара у него почему-то вывернулась нога, и он потом полтора месяца лежал в больнице. Развитие событий было предсказуемо. Нападение на своего вор не вправе оставить без последствий. Мне это очень хорошо известно. Но управлять собою в таких случаях редко удается. Утром я выхожу со своей бригадой к вахте. В стороне вижу группу воров и слышу, как один из них, то ли не видя меня, то ли напротив умышленно, чтобы меня завести и говорить так, чтобы всем было слышно. Что-то Туманов совсем развязался. Я с трудом держу себя в руках, подхожу к ним и говорю Мишке Власову по кличке Слепой, одному из влиятельных в этом мире людей, с которым знаком еще по-широкому. Миша, посоветуй им, чтобы вели себя поумнее. Да ты успокойся, Вадим. С Мишей у меня были дружеские отношения. Он один из самых близких друзей Ивана Львова. Васи Коржа, Петра Дьяка, Саши Мордвина, с которыми я полтора года просидел на широком. Я не случайно перечислил вновь имена этих людей, входивших тогда как бы в Центральный комитет уголовного мира. Их знали во всех лагерях Союза. Не знаю, как поговорил Слепой с ворами, но шума по этому случаю не было. Сколько же страшных минут я пережил за восемь лагерных лет, когда вечером входил в барак и думал, а может, утром я не проснусь? Ведь каждую ночь кого-то калечили, вешали, убивали. Думаю, что такие мысли были знакомы большинству заключенных, тем более людям, имевшим большие сроки. Несколько раз по двадцать пять лет. Субтитры создавал DimaTorzok